Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о городе Конкарно. Он находится в 15 минутах езды от города Кемпер на западе Франции. Он небольшой, с населением около 20 тысяч человек. Это город искусства, истории и является крупным рыболовным портом. В переводе с бретонского языка название Конкарно означает защищенная бухта. Он входит в список маленьких характерных городов Британии и на самом деле весьма уютный и удобный для короткой прогулки. Конкарно можно условно разделить на две части, современная портовая и старый квартал Вильклоз. Он обнесен полностью сохранившейся зубчатой средневековой стеной со множеством бойниц и сторожевых башен, построенных в 15 веке. Город был свидетель непрерывных битв между Англией и Францией в средние века. И что любопытно, некоторые ходы и ворота в море все еще остаются в секрете. Совсем недавно, во время реконструкции стен, исследователи открыли ворота осужденных, через которые из города вывозили узников на казнь. Сейчас внутри величественных стен уютно разместился подлинный средневековый городок. Домики, узенькие улочки, ресторанчики, небольшие базарные площадки. Знаменитые часы давно указывают время в бухте праздно шатающимся туристам и морякам. Одно время часы хотели снять, но город к ним так привык, что в конце концов башня с часами стала одним из самых узнаваемых символов города. Внутри старых стен можно встретить очаровательные романтично-готические уголки. Все-таки Конкарно – это древний город-крепость, хранящий многие секреты истории. Издавна город жил рыболовством, главным образом добычи тунца. И до сих пор в порту ранним утром можно наблюдать за тем, как рыбаки прибывают с моря, сортируют лов и продают его. Не менее интересно заглянуть в музей рыболовства с его диорамами, аквариумом и старыми лодками. Ежегодно в городе, начиная с 1905 года, проходит костюмированный фестиваль «Голубых сетей», посвященный традиционной бретонской рыболовецкой культуре. Конкарно Конкарно – любопытнейший город во всех отношениях. В его истории даже есть весьма заметный русский след. Некоторое время, в XIX веке, второй муж легендарной светской львицы Петербурга, Зинаиды Юсуповой, был генеральным советником округа Конкарно. Светлейшая княгиня оставила свой след в истории города, купив сказочный замок Кириоли, неподалеку от его стен. После этого замок перешел к ее правнуку, Феликсу Юсупову. Однако, нуждаясь в средствах, он распродал значительную часть имущества. Для замка Кириоли это стало началом конца. Брошенный на произвол судьбы, он стал жертвой вандалов и урагана 1987 года, которые причинили ему ужасные разрушения. Но тут произошел новый поворот судьбы, которая будто сама подсказала, что надежду нельзя терять никогда. В Кириоли случайно заехал некий француз, где-то услышавший о замке. Лучи солнца вдруг волшебно осветили остатки когда-то великолепного фасада из белого гранита, и проезжий, переживший чудесное озарение, решил купить замок и вернуть ему былой блеск. Он восстанавливал его 20 лет. Замок почти вернул свой предшествующий блеск. Медленно, но уверенно человек, влюбленный в старые камни, используя свои собственные средства, вернул замку жизнь. По выходным здесь устраивают концерты и иногда проводят свадебные церемонии. Замок можно посетить с июня по сентябрь и закрыт после обеда в субботу. Но все же, чем завораживает город Конкарно? Это каким-то невероятным всепребывающим присутствием моря и океана окружающего город со всех сторон. Конкарно словно гигантская рыбакит, живет, дышит и волнуется с морем. Если вы окажетесь в этом регионе, обязательно посетите город Конкарно, чтобы просто наслаждаться морем и впитывать его в воздух, пленивший и пленящий многие поколения путешественников и мечтателей. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok